Ирмом на Украину будут выплачивать будущие поколения украинцев. А мне кажется, у Европейского Союза другой план. И у НАТО другой план, и тем более у Лондона с Вашингтоном. Потому что я не вижу, чтобы эти европлантические институты хоть как-то были заинтересованы в том, что у украинского населения будут будущие поколения. 2 июня мы почтили память жертву авиаудара ВСУ по Луганску в 2014 году. Да, ровно 9 лет назад в мирный город, где не было никаких военных объектов, внезапно пришла война. Авиабомбы были сброшены на жилые административные здания, сквер и автопарковку. Всего было выпущено около 20 неуправляемых авиационных ракет, в результате чего 8 человек погибли, 28 получили тяжелые ранения. Знаете, для нас для всех это был шок. Многие, да большинство, вообще не заметили. Да как будто не было ничего. Где? Луганск? Говорили, на Западе. Да и многие те, кто называл себя либеральными силами, нет, не слышали. А что там случилось? Наказание за это преступление на Украине, конечно, никто не понес. Нормальная история для современной Украины. Одесса, Тонбасс, кто когда за что отвечал. Только поощряли. И это несмотря на то, что факт обстрела подтвердила специальная мониторинговая миссия ОБСЕ. Как действуют боевики в СУ, мы видим на примере приграничного города Шибики на Белгородской области. Подчеркнув, в городе нет ни одного военного объекта. Несмотря на это, украинские боевики наносят массированные бомбовые удары пожилым домам, улицам, социальным объектам. В город летят даже не десятки, а сотни бомб. Это задумка неонацистов, неофашистов посеять панику, убить как можно больше гражданских лиц. Это подводит к выводу о том, что киевский режим воюет с мирным населением и не скрывает свои цели истребить как можно больше русских, потому что такова задача. Об этом говорил сенатор Грэм, об этом говорил бывший президент США Джордж Буш-младший. Ровно так, ставя перед киевским режимом задачу, формулируя ее вслух, называя вещи своими именами. Мы получаем сообщения и о других террористических актах, грязных методах и планах, которых не гнушаются украинские функционеры. Из-за отсутствия военных успехов в противостоянии с Россией, киевский режим рассматривает возможность подрыва в Харьковое хранилище с отработавшим ядерным топливом и последующее обвинение Москвы в нанесении ракетного удара по атомному объекту. Это, конечно, абсолютная политическая агония киевского режима. Это очевидно. Сами себя довели до края, сами себя загнали в тупик. Сами не могут оттуда выйти. Не могут набраться сил признаться в том, что после продажи страны, народа и собственной истории вродали самих себя. Нет сил признаться. И теперь они приступили вот к таким масштабным террористическим актам и диверсиям. В Гольде находятся несколько ядерных реакторов, в том числе в научном центре Харьковский физико-технический институт, которые также могут стать объектом провокации киевских нацистов. Вот эта самая, я даже не знаю, как сказать, бойня нужна киевскому режиму в том числе для того, чтобы хоть как-то, хоть что-то предоставлять доведенному до отчаяния собственному населению, которое брошено в яму нищеты, позора, безверия. Почти все кредитные деньги идут на покрытие военных расходов. Значительная часть просто разворовывается. Это не вопрос финансового будущего Украины как государства. Это вопрос бездонного, не знаю, какого-то колодца, в который падает киевский режим, таща за собой всех, кто ассоциирован с нынешней Украиной. На этом фоне незаметными оказываются новости, касающиеся экономики, вообще в целом, глобально Украины. Среди них нет ни одной какой-либо обнадеживающей тенденции. Я имею в виду обнадеживающей для населения. На лето в Верховной Раде запланировано принятие ряда непопулярных законопроектов, которые направлены против украинского населения и бизнеса. Ну, видимо, чтобы добить окончательно. Назначено резкое повышение тарифов на электроэнергию, газ, отопление, цен на топливо, сокращение налоговых льгот для предпринимателей. Вслед за этим ожидается очередное обрушение курса гривны. О чем там? Речи об этом, конечно, нет. Его деятели могли, конечно, не допустить всего этого, просто выполняя свои международные обязательства. Однако очевидно, что они давно не работают в интересах своего населения, своей страны. Все это управляется извне. Западный куратор киевского режима преследует свои стратегические цели и иногда просто проговариваются о них в публичном пространстве. Вот я уже говорила о сенаторе Грэмми, о президенте, бывшем президенте США Джорджи Буше-младшем. Вот польский премьер-министр Моровецкий на днях заявил, что события на Украине дают шанс расширить ЕС, заявил Моровецкий, я сейчас не понимаю, это просто такое отношение к кому? К Украине или к кому? Польша, видимо, в таком случае получит безопасность на границах, он так считает. А Европа в целом, опять же, прямая цитата, столетие мира без российской угрозы. Иными словами, Польша, слава Моровецкого, стремится украинскими руками жить собственные геополитические задачи, которые сводятся к уничтожению России как независимого государства. Я, кстати говоря, хочу обратить внимание на то, что в составе ЕС есть страны, которые лежат за пределами географических границ Европы. Но я прекрасно, еще раз понимаю, несостоятельность западного образования и очень низкий уровень тех, кто приходит там к власти. Они просто, видимо, вообще с географией незнакомы. Тем временем, украинские политические деятели, в частности, Арестович, длительное время, которое он выполнял функции советника Зеленского, советника главы офиса Зеленского, раскрывают свое истинное отношение к жителям Донбасса и Крыма. Они планируют устроить массовый террор. А именно, репрессировать 5 миллионов человек, разделить людей на категории, создать, как они сказали, особую зону. Я сейчас приведу вам прямую цитату из Арестовича. «Тех, — заявил Арестович, — кто сотрудничал с россиянами, будем поражать в правах 10 лет без голосования». Ну, что-нибудь такое. Конец цитаты. Он также обещал применять денежные штрафы, аресты и конфискацию имущества. Причем в отношении мирных жителей, по его словам, будет действовать презумпция виновности. Ну, я хочу сказать, что это даже не варварство. Это... Ну, просто варвары тогда даже не знали о том, что есть презумпция невиновности и так далее. То есть многие вещи были незнакомы, этим-то знакомы. То есть это, знаете, они переплюнули, по-моему, всех, кто в истории записан как раз на черной странице исторических книг. Ясно, что такие планы присущи ненормальному демократическому правовому государству, оккупантам, захватчикам, фашистам, террористам, экстремистам. Собственно говоря, именно такими являются киевские правители нынешние. Вчера, 6 июня, отмечался Международный день русского языка, который празднуется, как все знают, день рождения великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина. Сегодня на Украине продолжают сносить памятники этому поэту. И несмотря на то, что вчера Организация Объединенных Наций отмечала этот день, его отмечали во многих странах, на международных площадках, у киевского режима у нас случилась настоящая истерика. В социальных сетях, официальных, которые аффилированы, еще раз подчеркнула, официально с Украиной, просто началась, я даже не знаю, какая-то словецная вакханалия на этот счет, всех, кто себя подчисляет и ассоциирует с киевским режимом. При этом почему-то они стыдливо умолчали о том, какое количество памятников снесли за прошедший год-полтора Александру Сергеевичу Пушкину. Еще раз, я просто хочу обратить внимание, что это международный день русского языка, это признанный ООН день русского языка, это день русского языка, который отмечается во многих странах из любви, уважения, поклонения той великой культуре, которая создавалась и описывалась русским языком. Когда киевский режим вчера в очередной раз, обезумевшее, начал ругаться и испражняться какими-то проклятиями в адрес русского языка, им все-таки нужно было бы, мне кажется, по-честному рассказать мировому сообществу, которое по-настоящему ценит и любит наследие Пушкина, сколько памятников они Пушкину изничтожили. Так вот, я тогда восполню этот пробел. Около 30. Только за полтора года около 30 памятников Пушкину было уничтожено киевским режимом на подконтрольных ему территориях. Это только то, что можно было зафиксировать, то, что получило освещение в средствах массовой информации, и то, что имеет фактологические доказательства. А сколько еще осквернено или было уничтожено, но при этом не попало в СМИ, остается только догадываться. И ведь это не предел. Ведь так-то будет и дальше там, под киевским режимом. Что ж, постеснялись-то рассказать. Могли бы выставку «Киевский режим» провести в секретариате Организации Объединенных Наций? Одни государства рассказывают, как сохраняют памятники, в том числе Александру Сергеевичу Пушкину. проводят конференции относительно влияния вот этого одного человека на мировую культуру. А киевский режим вполне мог бы провести выставку, как он изничтожает памятники, поделиться опытом с другими экстремистскими организациями, структурами. Вот ИГИЛ тогда в Сирии, в Пальмире уничтожал памятники, а теперь киевский режим уничтожает памятники. Разница только в том, что ИГИЛ уничтожал, запрещенная Организация ИГИЛ уничтожал, не то, что сам создавал, и не то, что создавали его ближайшие предки в новейшей истории. Это никаким образом их не оправдывает. Ну так, деталь. А киевский режим изничтожал то, что создавалось руками людей буквально предыдущего поколения. За эти 30, 40, 50, 60, 70 лет это вообще невозможно понять. Это невозможно ни понять, ни принять, никаким образом объяснить. Но стесняться не надо. Надо об этом рассказывать киевскому режиму подробнее с картинками, с видеорядом. Но я думаю, что мы восполним этот пробел. Я думаю, что нужно обязательно на международных площадках провести вот такие образовательные выставки. До чего может довести народ правителей, которые никогда людьми не избирались, а были приведены к власти на американские деньги. Ну так вот. Памятники сносят. Но это не все. Начиная с 2014 года киевский режим борется со всем, что связано с Россией, особенно с русским языком. И примечательно недавнее заявление секретаря СНБУ Украины Данилова. Он пообещал, прямая цитата, выбросить из страны. Депутат Верховной Рады Максима Аркадьевича Бужанского за русскую речь в селе эфире. Обозвал его недобитком русского мира, при этом пригласил зачистить всех по-российски настроенных, русскоязычных, как, прямая цитата, токсичный хлам. Это отношение живых людей к киевскому режиму объясняется. Ну, нормально для них, а что? Да, кстати говоря, и произведения Пушкина, как вы знаете, а может быть и не знаете, но я вам расскажу, исключены из школьной программы на территории Украины. Действительно, зачем? Люди образованные создают много проблем. Куда как проще вот так управлять необразованными. В этом контексте вспоминается интересный фактор. Но язык Зеленского русский, а украинский, кстати говоря, он выучил, когда стал президентом. Бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор в одном из интервью в этом году заявил дословно следующее. Прямая цитата. Забавно, что когда он, Зеленский, стал президентом, он по-украински не мог двух слов связать. Нашему Госдепартаменту, слава богу, не нашему, не российскому, а Госдепартаменту США это стоило большой головной боли. Пришлось несколько месяцев подряд его гонять, чтобы он начал говорить. Мне, правда, этот цитат напомнил собачье сердце. Помните, как Шарикова обучали? Вот примерно так же, мне кажется, натаскивали Зеленского. Обращает на себя внимание еще и то, что лингвистическими навыками вновь избранного украинского президента было так сильно озадачено не украинское государство, а Соединенные Штаты Америки. Ну понятно же, почему. Их проект. Заводная кукла должна говорить на том языке, на котором должна говорить. Новый закон о пенсиях за особые заслуги перед Украиной. Вот это вообще отдельная история. Он был принят в конце мая текущего года Верховной Радой и является просто настоящим плевком в историю или скорее то, что от нее осталось на территории Украины и оскорблением ветеранов Великой Отечественной войны, которые боролись с фашизмом. В чем же суть этих нововведений по закону? Отныне лицам, имеющим особые заслуги перед Украиной и достойным вознаграждения за это в виде доплат пенсии будут считаться исключительно бандеровцы и диссиденты-антисоветчики? Все. Как говорится, других достойных на Украине нет. Только эти остались герои новые. Хорошо забытые старые и теперь реинкарнируемые. Способники гитлеровской Германии будут именоваться борцами за независимость Украины в 20 веке. Можете не сомневаться, что бывшие боевики дивизии СС Галичина будут непременно причислены к имеющим особые заслуги. Еще бы. Таким образом, удар наносится по настоящим ветеранам, перед векам производства, всем тем, кто защищал, освобождал и создавал ту Украину, которая еще не так давно была одной из самых богатых постсоветских республик. Новый закон имеет определенную финансовую направленность. Да, кстати, по поводу новых советских, постсоветских республик, новых государств и так далее. Никто же не говорит, что все было ровно, гладко, без проблем, но тогда в советский период, ведь и ошибки многие признали, и за многое покаялись, и какую-то работу провели достаточно серьезную. Это не означает какого-то, знаете, тотального обожествления того периода, как периода исключительного благополучия и высокой нравственности и духовности. Ну, конечно, нет. Но есть же объективные и показатели, и вещи. Есть то, что создавало благополучие Украины как молодого государства. Все, всего того, что сейчас просто брошено под нож вот этой террористической машины Зеленского. Новый закон имеет определенную финансовую направленность. Очевидно, что неофашистов и предателей бандеровцев среди пенсионеров явно меньше, чем истинных ветеранов и заслуженных героев Великой Отечественной войны. Отсюда вывод, даже с учетом нищенского уровня пенсии на Украине, это очередная попытка сэкономить на стариках. Как бы, мы об этом говорили неоднократно. Как бы западные спонсоры не стремились накачать оружие в киевский режим с целью нанести России как можно больше вреда. Их старания тщетные. Да, если они продолжат, погибнет еще больше людей. Да, если они продолжат, к сожалению, киевский режим не успокоится и будет проводить экстремистские террористические акты. Я уверяю вас, во всем мире киевский режим никогда не сможет стать иным. Это их истинное лицо. Никакие ухищрения, никакие провокации англосаксонского политического мира не повлияют на те цели и задачи в глобальном плане, о котором говорило российское руководство. Еще одна тема, связанная с ситуацией на Украине, речь идет о брифинге спецпредставителя правительства КНР по делам евразийского региона Лихуэя по результатам его турне по странам Европы с миссией содействия и урегулирования украинского кризиса. Как вы знаете, во второй половине мая текущего года спецпредставитель правительства КНР совершил турне по ряду европейских столиц с целью оценки возможностей запуска процесса мирного урегулирования кризиса на Украине. 25-27 мая он находился в Москве, где был принят министром иностранного дела России Сергеем Лавровым и встретился с заместителем министра Михаилом Галузиным Андреем Руденко, оцениваем составшиеся контакты как полезные, как содержательные, мы об этом уже говорили. На организованном в Пекине 2 июня брифинге для иностранного дипкорпуса и средств массовой информации спецпредставитель правительства КНР Лихуэя рассказал об основных моментах, с которыми были связаны его поездки, его переговоры. Он сделал акцент на том, что подстрекательство, я понимаю цитаток, подстрекательство к войне принесет еще больше бед. Мы разделяем этот вывод и призываем страны НАТО прекратить поставки оружия Украине, которые приводят к дальнейшей эскалации конфликта новым жертвам, прежде всего, среди самих украинцев. Приветствуем готовность КНР играть позитивную роль в деле мирного разрешения украинского кризиса. Конструктивные соображения, изложенные в составленном китайской стороной документе, который называется «Оппозиция Китая по политическому регулированию украинского кризиса». 21 марта в заявлении для пресса по итогам переговоров с председателем КНР Сидинпином президент России отметил, что, прямая цитата, многие из положений выдвинутого Китая мирного плана, созвучны российским подходом и могут быть взяты на заснову для мирного регулирования, когда к нему будут готовы на Западе и в Киеве. В вопросе урегулирования украинского кризиса важно понимать, что Россию не нужно побуждать к переговорам, так как она никогда их не блокировала. Сегодня возобновление переговорного прерванного киевским режимом в прошлом году переговорного процесса зависит исключительно от готовности украинских властей и их западных кураторов. Возможно, даже западных кураторов в первую очередь к серьезному обсуждению новых геополитических реалий, которые если говорить о этой готовности, вот этой готовности мы пока не наблюдаем. Мало того, напомню еще раз, хотя, по-моему, это уже должно быть всем известно, киевский режим сам себе запретил переговоры с Россией на законодательном уровне, то есть в своем собственном законодательстве закрепил запрет вести с Россией переговоры. И вот об удобрениях, о том, о чем мы говорили, только несколько в другом контексте. В рамках реализации российской инициативы по безвозмездной передаче отечественных минеральных удобрений нуждающимся странам, так вопрос просто о том, насколько кто искренен в своих посылах и в своих посулах, и в своих обещаниях, стремлениях и беспокойствах. Так вот, 29 мая в кенийский порт Мамбаса прибыла вторая партия в 34 тысячи тонн минеральных удобрений для нуждающихся стран. Речь идет об объявленном еще в сентябре 22-го года российскому предложении бесплатно передать странам, которые сталкиваются с угрозами голода, порядка 300 тысяч тонн нашей продукции, которая просто была заблокирована, которая застряла в портах Латвии, Эстонии, Бельгии, Интерландов. Опять же, когда я говорю застряла, это означает, что она была заблокирована местными властями, местными режимами, которые придумывали истории про санкции, санкционные блокировки и так далее. В то же время следует отметить, что несмотря на сугубо гуманитарный характер данной акции, участие в ней всемирной продовольственной программы ООН и покошение собственниками удобрений группы «Уралхим» «Уралкалий» всех расходов на транспортировку и доставку удобрений, вывоз грузов осуществляется с большим трудом и проволочками. О чем идет речь? Просто на примере цифр и фактов я сейчас хотела бы это продемонстрировать. За почти 10 месяцев были отправлены всего две партии, 20 тысяч тонн в Малави и нынешние 34 тысячи тонн в Кению. На очереди поставка еще 34 тысяч тонн в Нигерию. На этом фоне тем более абсурдно звучат заявления лицемерные, лживые, фейковые западников о глобальной продовольственной безопасности и угрозах голода. Разумеется, вывязки исключительно с вывозом украинского урожая и кормовой кукурузы. Мало того, что нуждающиеся страны получают абсолютный мизер, 2,5% украинских грузов, это порядка 772 тысяч тонн из 31 миллиона. Чтобы понятно было, кого кормит Украина за даром. Американцы и европейцы и украинцы продолжают блокировать российские поставки зерновых и удобрений, откровенно спекулируя на росте цен, физическом дефиците этих ключевых товаров на мировых рынках. Ну а теперь добавился еще и очередной акт диверсии по аммиаку, о чем мы сегодня говорили в начале. Тем не менее, российские производители, экспортеры сельскохорпродукции будут и впредь ответственны и в полном объеме выполнять все имеющиеся коммерческие и гуманитарные обязательства. Безвозмездные поставки российских минеральных удобрений нуждающимся странам продолжаем наблюдать за развитием обстановки в этой стране, вынуждены констатировать, что ситуация движется в сторону открытой конфронтации между руководством страны, который проводит политику сближения с Западом в ущерб традиционным связям с Россией и странами СНГ и большей частью молдавского общества, которое такой курс не поддерживает. И потому что это политический курс с какими-то оттенками, с которыми кто-то не согласен, потому что это разрушение, разрушение, которое идет в разрез, вопреки интересам большей части населения Молдавии. Власти стремятся любыми средствами продемонстрировать свою принадлежность к так называемому коллективному Западу. А у народа Молдавии зрели все более широкий протест против такой политики. Нужны примеры? Пожалуйста, я могу привести. 24 мая депутаты, отправившие прозападные партии действия и солидарность, внесли на рассмотрение парламента Молдавии кощунственный законопроект об упразднении Дня Победы 9 мая и его подмене днем поминовения и примирения в память павших во Второй мировой войне 8 мая. Попытка стереть из памяти священной для большинства жителей Молдавии праздник вызвала резкое неприятие в молдавском обществе. Дем дальше. 26 мая, 3 июня в Кишиневе прошли многочисленные митинги против этой антинародной инициативы. Под таким нажимом авторы данной инициативы 5 июня внесли поправку в свой проект, предложив назвать праздник Днем Победы над нацизмом и памяти павших во Второй мировой войне. Вот у меня вопрос. А зачем это все делается? Зачем властям Молдавии переименовывать памятник, переименовывать праздник в память о тех, кто отстаивал не просто интересы народа, а жизнь и дальнейшую судьбу граждан, жителей Молдавии? Зачем? Что в этом такого ныне необходимого и насущного? Для чего это делается? Проблем не осталось. Победили коррупцию, победили, наверное, нищету, победили, не знаю, бюрократию, все вопросы с безопасностью, с здравоохранением, не знаю, кстати говоря, общественным согласием. Все определено в норму. Так сказать, ни сучка ни задоле. И осталось просто только, так сказать, навести порядок в праздниках. И заиграет жизнь новыми красками. Да нет, конечно, абсурд полный. Проблем столько, сколько никогда не было. Даже в самые тяжелые годы. Зачем браться за то, что дополнительно привнесет в общество не раскол, не раскол, а противостояние. Раскол — это еще не самое страшное. Противостояние, когда люди пойдут стенка на стенку и за себя, и за предков. Для чего это делается? Разве человек, который думает о гражданах Молдавии, заявляет о том, что является руководителем Молдавии? Поступил бы так, стравливая граждан своей страны одних против других? Никогда. Это фейковое руководство Молдавии. Это люди, которые только выдают себя за руководство страны, а на самом деле они являются праведниками интересов совершенно других государств. Ровно поэтому все, что связано с идентичностью Молдавии, все, что связано с идентичностью народа, с культурой, особенностями, традициями, историческими датами, всем тем, что так важно для народа Молдавии с точки зрения нынешнего руководства этой страны должно быть уничтожено. И они системно изничтожают самобытность Молдавии как народа, как нации. И понятно для чего. Они даже этого не скрывают. Просто называют это не до конца правдиво. Называют евроинтеграцией. Да какая же это евроинтеграция? Евроинтеграция не требует переиначивания дней, которые важны для народа страны, которые, мало того, имеют международно-правовую основу своего существования в виде Нюренбергского трибунала, в виде резон... Субтитры создавал DimaTorzok